Привет, котятки! Последний месяц лета стартовал, сегодня 3 августа, а это значит, что ровно через месяц, 3 сентября. У вас есть еще время проверить, загрузили ли в Spotify легендарную песню или нет? Начнем с серьезного, с интернета. В Татарстане планируется создать спецотдел мониторинга социальных сетей под эгидой Минмола. Отдел должен будет выявлять через соцсети личностное неблагополучие подростков до того, как им воспользуются деструктивные организации. Ребята, в МВД есть отдел К, который занимается преступлением в сфере информационных технологий. И отдел Э, который борется с экстремизмом, а заодно и проверяет наши мемасики на всякие жалости. И товарищи в погонах очень лихо определяют личностное неблагополучие по картиночкам и кивкам. Минмоловцы, не отбирайте работу у людей в погонах. Найдите себе уже применение, пожалуйста. У вас молодежь бесхозная всюду. Пока в Татарстане собирают зерно, в Белоруссии вместо картошки собирают ЧВКшников. В среду славянский мир дал новую трещину. У батьки прямо под усами нашлись 33 мужчины из сопредельного государства. И это я не про аномальное количество зубов. Операции по аресту провели после того, как КГБ, дав Белоруссии КГБ, узнали о прибытии 200 бойцов ЧВК «Вагнера» в их страну. Скандал разразился нешуточный. Иностранные бойцы дружеского государства приехали свергать Лукашенко и привезли с собой наборы джентльмена, презервативы, исламскую литературу и суданские фонды. Песков на это сказал, что в России нет частных военных компаний. Путин сказал не гнать пургу в интернетиках. А Лукашенко сказал, что переболел коронавирусом и немного обижен на соседей. Когда-то выборов президента осталось совсем чуть-чуть. И ты пускаешь в ход все политметодички разом. С сегодняшнего дня возобновилась работа кинотеатров, ночных клубов и детских игровых комнат на открытых площадках. Также на открытых площадках разрешено организовывать досуговые, развлекательные, культурные, спортивные, выставочные, рекламные и другие мероприятия. Главным условием для мероприятия является предварительное уведомление Роспотребнадзора не менее чем за 7 дней до начала. Плюс для всего вышеперечисленного действует ограничение на количество людей не более 50 человек. Вы меня, конечно, не судите строго, но уж очень похоже на закон о проведении митингов. Но это я так... не подумайте чего. Девятому сезону сериала «Игра престолов. Быть». Съемки уже проходят в Нижнегамске. Только старых героев вы там не найдете. Они будут знакомы, но местные. Таиф разворачивает силы для захвата местного парламента. То есть Шагбуддиновы выступили оппонентами Мечны. Уже интересно, но мне тоже. Правда, поговаривают, что глава семейства высказал Сымов. Это не согласованная акция сыновей, которые решили напомнить о компании. Причиной этому может быть, что Таифу в последнее время не сильно помогают, в отличие от второго гиганта Татнефти. Эксперты это связывают с тем, что Таиф сбавил социальную нагрузку бизнеса. То есть меньше помогает жителям республики. А раз ты меньше, то и тебе меньше. Очень все это интересно. И столько действующих лиц. Президент республики отправился в отпуск до 8 августа. Рустам Нургалевича нет. Главным за наше мирное небо над головой пока остался премьер Алексей Бесушин. Я отлично, спокойно. Знаете, очень спокойно. Президент отдыхает. Набирается сил. О республиках в руках чемпиона России по рэкби. Но где еще можно представить такое? Чемпион России по рэкби подменяет. Чемпион России по автокроссу. Кто еще будет спорить, что Казань спортивная столица России? Новость для парящих. У вас наступили темные времена. Представьте, что вы приехали в лес и пока разбирали багажник, разбили колбу кальяна. Больно? Вот примерно это вас и ждет. Путин подписал закон о расширении антитабачного законодательства. Там много про пропаганду, распространение и демонстрацию. А самое важное для вейперов и кальянщиков. Пускать кольца теперь нельзя в общественных местах и в общепите. Искать бабика в ресторанах мадемуазелям теперь станет скучнее. В конце я вам хочу задать вопрос, ответ на который можете писать в комментариях. Вчера отмечался день ВДВ и шел дождь. Скажите, а если ВДВшник уже намок под дождем, то ему все равно надо лезть в фонтан или ачивка уже получена? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok